Всем привет, ребята! Я думаю, вы не ожидали от меня такого ролика, но я решил попробовать что-то новенькое и разбавить контент на своем канале. Хочу вас попросить послушать это вступление, потому что это очень важно. От этого зависит, будет дальше продолжаться данная рубрика или нет. Этот ролик экспериментальный, здесь будет полная солянка, то есть будут разные ситуации, будут читеры, будут госы, криминалы там и так далее. Можете написать в комментариях, что бы вы хотели конкретно видеть, чтобы я конкретно за кем-то следил, за какой-то, возможно, фракцией, либо за какими-то определенными людьми и так далее. Ну и можете еще написать, какие делать ролики по длине, короткие, либо длинные. Для меня это очень важно, потому что все-таки это, так сказать, новая рубрика, хотя я давно снимал подобные ролики в виде администратора, но тогда это было тогда, а сейчас как бы все по-другому, намного больше функционал и больше игроков. Поэтому, ребятки, я все-таки надеюсь на вашу активность, надеюсь на вашу поддержку, если вы газанете активчиком, то будем дальше продолжать. Также, ребятки, не забывайте вводить мой промокод, промокод полканов работает на всех серверах и вводить его можно до пятого уровня, он даст вам приятные бонусы. Вот все, смотри, Владислав, смотри, короче, у меня есть фиксак, я тебя просто ежу-ежу, он берет из машины, выпрыгивая. Просто, просто падает из машины и начинает по мне стрелять. Я же 3-ю тюремку из него. Поможешь мне что-нибудь с этой? Дай по-саму сделать. Я выпишу эту машину. Я не могу уже. Он просто ежу-ежу, он берет меня в машину и ломает. Вот он, опять. Смотри, что надо, чем будет делать. А, посмотри, как и сидеть. Вот, я начну убегать. Ой, и что ты делаешь? Вот, все, откидывай его. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему вы строите в городе? Вы в курсе, что нельзя так делать? Я подумал, что у меня и опасность представляет. А вы по мне сейчас... Какую опасность здесь он просто машину ремонтировал? Ага, нет, вы много его не знаете. Да? Уцин информация поступила, жалоба в репорт. Человек попросил ему помочь. Машина была сломана. Вы приехали со стороны нотариуса. Начали стрелять в городе. Можно объяснить, как все было? Он опасность представляет, вы просто много его не знаете, что до этого было. А? В любом случае, стрелять в городе запрещено. Это нарушение правил проекта. Смотри, Кирюша, постой, Леонтика, подожди. Какую опасность вам представлялась, если вы подъехали, начали первые стрелять в городе? Какая-то еще до этого было, я говорил, я за него загоняюсь. Предупреждения о мегафон были? Не было. Говорили вы? Был я тебе, он уже все равно. Не было. Фиксацию представляли? Давай. Вот все, не в слэш-г типа, в слэш-г типа не было, никаких предупреждений, типа водитель останавливается в обочине, ничего вот этого не было. Потом, когда на букву г нажимаешь, говоришь, этого тоже ничего не было. Ты ничего не... Давай, значит, оплачивай мне машину, ты мне сломал там, у меня вон двигатель кипит, ты мне еще шины поднялся, твои проблемы. Мои проблемы? Это ты стреляешь просто так. Ты мне еще здоровье повезешь, у меня нога прострелена, я не хожу, рука прострелена. Оплачивайте лечение мне теперь. Я не видел ситуацию изначально, просто я видел то, что подъехали, со стороны нотариусы, начали стрелять, так делать нельзя. У меня фиксация есть, постойте, изначально. Я не хотел это предъявлять, а изначально разбираться с самого низа, так сказать. Если было так ищешь. Ну, поступила жалоба в репорт, я среагировал. Точнее, если я его другой администратор, я это среагировал. Я просто момент поймал и написал эту жалобу. Ну, когда написал, он стоял, он там вот на светофоре сломанный, и потом подъехали бы. Да, ну, так это вот было... А по мне, зачем вы начнете слезы? Я его останавливал, машина у меня там... Нет, именно в особо тут у тебя бежал, ты по мне зачем стрелять? У тебя для таких ситуаций есть тайзер. Так, а зачем ты убегал? А зачем ты убегаешь? Ну, что ты незаконно поднесешь? Ну, я тебя принял, это преступника опасного. Как преступника? Ну, преступник, как минимум, должен был стрелять. Он не открывал огонь, он просто убегал. У меня даже с собой ничего нет. То есть, если, допустим, человек не делает сопротивление, вы можете просто догнать его дубинкой. У вас есть дубинка и тайзер. И тайзер. Вы просто подъехали и начали за ним бежать и стрелять. А то, что вы начали стрелять... Согласно Гражданскому кодексу? Нет, не согласна ничего. Согласно Гражданскому кодексу ниже городского кодексу? Нет, не согласен, я не согласен. Кто там согласен, я не согласен. Вы сотрудник гос... Я стоял... Я гражданин... Я имею право... Ты подъехал такой мне... Нет, вы по мне стреляли. Вы по мне стреляли. Я сейчас... Гуляй, я тебе говорю, ебать. Кого ты нахер? Я не могу тебе нормально ходить за вас. У меня нога болит, рука болит. И все равно мне захотелось. Эх ты, Ваня, Ваня. Убиваешь гостников, блядь. Ты сейчас следил? Ну да. Я за дальнобойщиком следил, а то ты стреляешь. Ты что, он? Ты видел вообще, что он? Не, ну я уже видел, как вы стрелялись. Я не знаю, что. А хотя, если поможешь машину до заправки дотолкать, могу опять продать. Интересно, конечно, придумал. До заправки дотолкать машину. Ну это просто гениально. Как будто там других машин нет. Мне кажется, до заправки они будут долго ее толкать. Прям очень долго. Правда. Мне не надо машинки. Да, мне прям их жалко стало. Давайте я вам помогу, а то вы так долго будете толкать. О, спасибо. Реально жалко просто. Чтобы они толкали, но это будет очень долго. Типа, механиков нету. Это по-любому. Спасибо большое. О, пацанчику ангелу накинули бабок. Все на приколе. Я забыл, что я могу бабки передавать, типа, и оно не пишется. Блин, ну приятно, когда рыжики заходят. Ну, как рыжики, новички. Мы все, конечно, были рыжиками. Вчера за сток поменяет шишо и ушел в минус. Я ничего не понял, что написал, если честно. Прям спаситель. Давайте я ему еще бабок накинем, что тут? Правильно. Ну, пусть порадуется немножко. Третий уровень. В принципе, можно себе позволить немножко, как бы, и помочь. Нихуя себе тут функционал какой есть. Даже, блядь, не знал. Нормальный, да, администратор? Вот эта панелька открывается? Ничего себе. Вот эта технология. Так, на этого игрока жалуются античит. Ну, давайте посмотрим. Просто пошел работать. Просто, скорее всего, проходят квесты, поэтому, я думаю, смысла за ним следить, как бы, в принципе, и нет. Хотя, ну, я не знаю, есть ли бот, допустим, на эту работу. Давайте за ним понаблюдаем. Может быть, у него там бот на шахту имеется. Хотя, я честно, даже не знаю, есть до сих пор подобные какие-то там программы, скрипты. Я в этом, как бы, не особо разбираюсь. Так, ну, сейчас сравним с другим. Ну, как будто вот этот пацанчик как-то побыстрее доработает. Да, 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 это у него не так, сейчас. Пацан, если есть фиксация, можешь там забанить. Могу наводку кинуть. А, все. Можешь забанить там. Афуфбан, да, кину. В натуре пацанчик с щитом, оказывается, был. Рыкиньте, первого читера забанил. Что там уже случилось, пацанчик? Я вас слышу. Привет, смотри, вот такой вопросик. Мне нужно, чтобы мне не построиться на денежку, передали, в размере 12 миллионов. Можно ли это сделать по 50 тысяч? Можно. Через П нету ограничения и комиссии. Да, ну то бишь, ничего там не будет за это, правильно? Нет, ничего не будет. Все, хорошо, спасибо большое. Давай. Не за что. Ой, бля, начинается нахуй. На причине по одной кнопке. Так, ну, мне надо пиздеть тут. Говорить надо пиздеть. Ох, девушка, да? Ах, какая женщина, какая женщина. Мне в такую. Завалил кого-то и масочку накинул. Давайте посмотрим, что у нас будет делать. Давайте понаблюдаем. Перестрелочка пошла. Ну, немножко у нас, конечно, проиграл. Ага, просто с игры вышел. Не, ну, в принципе, он его убил и вышел с игры. Это было не преследование, поэтому, я думаю, как бы нормально. Да, я вяжла, я являюсь младшим шпентиком, гражданской службы. Он требуется моё удостоение. Достал паспорт из Кайлана, после чего показал человеку напротив. Вы нарушили уголовный кодекс, а именно превышение красоты. Нет, прикольно. Сердечко даже. Это, кстати, по-моему, хелпер. Да, Анастасия, ты нас хелпер. Нет, ну, так прикольно, чисто. Все, мы это. Обстановочку разрядила. Молодец. Да, что такое? Ускоряются еще быстро. Ади, какой, подскажите. 86. Ну, без щипа 110 она едет. Ну, она не может тогда 180 ехать. Ну, смотри, чип дает 30 километров в час. Если третье, это будет 150. Значит, по-любому с щитами гоняет. Еще один читер. О-о-о, даже так. Ну, он спидхаки, ебать, ездит. На унемоге, блядь, 180, нормально? Идит уже спать, блядь, хучу, нахуй. О, нихуя себе. А что это за прикол? Я что-то не понял вообще. 28-й у нас, да? Ну, дадим предупреждение, но так делать вообще некрасиво. Пахава чисто, да, спешил? Закупиться булочками на нашане, да? Ой, блядь, нихуя себе вот это. Ой, блядь, нихуя себе вот это. О-о-о-о, блядь, глазарик малыши, скажи, блядь. Ебать. Ебать. Интересная ситуация. Кто такой Кирилл Перко, ты? Кирилл Перко, ты? Тостер? Да. Очень даже интересная ситуация. Ну, по факту это ДМ, но, наверное, не грубый. Они как бы по нему стреляют, он выполняет свои обязанности. Она изначально била по его машине, то есть это НРП. А ребята остальные уже начали стрелять. Поэтому сейчас я пересмотрю запись и выдам наказание. Здравствуйте. Здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста, зачем вы ДМите сотрудника? Я ДМил. Ну, Алина била по машине. Ну, я же все видел, я же Вас не наказывал заранее. Я видел всю ситуацию. Зачем вы мешаете сотруднику выполнять свои обязанности? Так он, такой вот была причина. Какая была причина? Причину называть. Почему он чурками отзывается? Вот, вот. Да, да, да. Вот, кстати, интересно. Получил по заслугам за свой язык. Ну, если человек оскорбляет нацию, можете написать жалобу. Это не причина для демо. Я не хочу жаловаться. Зачем вот это вот писать жалобы, ждать пока... Да, мы с ней же бессиваторы. Это правило проекта. Мы с ней же бессиваторы. Вы понимаете, нам проще, проще нам и ему, чтобы он просто откиснул буквально на минуту. Ну, хорошо, вы его убили, он откиснул в больнице, минуты постояло и вышел. Да, подождите, дайте я договорю, уважаемый. Понимаете, смотрите, лучше для меня и для, допустим, того человека, который оскорбил нацию, да, чтобы он подкисал не в доморгане, а подкисал в этой больничке. Так он, как бы, и поймет, то, что так делать не надо. Ну, собственно говоря, не вижу смысла, блин, жалобы вот эти вот писать за оскорбление нации, потому что, ну, бред. Ну, блядь, так только дети делать, как-то надо. Тут больше, вообще, надо то, что больше жалобы... Блядь, ну, с ней лас, сука, спиздил гандон стопанный. За оскорбление нации в этом начало, ебаный. Два часа до мутор. Ну, не все, не все дают два часа, каждый по-разному судит. Просто в этом нет никакого смысла дать там мутор, если кинем таморка, он один хер выйдет и будет выпедриваться дальше. Ну, я вам бесяю просто то, что именно по правилам проекта оскорбление не... это не причина для ДМа. Мы больше не будем. Ну, тут по факту, ну, блин, он начал сказать, что вы затулили. Все, нет у чувака. Вот, даем наказание первой девушке. У нас еще Макс, получается, Майами. Макс у нас получает за ДМ. Вот так, Карлин у нас тоже получает. ДМ-168 отправляется в Димарган. Игроки вышли, получается, когда увидели то, что едут сотрудники. Они специально вышли из игры. Давайте сейчас телепортируемся, пообщаемся с ними. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Объясните мне, пожалуйста, почему вышли из игры, когда за вами поехала ФСБ? А вот откуда мы знали, что это ФСБ? Мы просто лебнули. Отправливаться не было, ничего не было. Мы же лейк-то стоим, все правильно. Никаких предупреждений не было, что это ФСБ, ничего не было. Ну, вы ж увидели то, что едет Ешка. Ну, Ешка, ну, мало ли кто-то. Ну, нифига себе. Они вам говорили голосовой чат, что вы остановились. Ну, я ехал, я не вышел. Хочу вернуть, я не вору. Предупреждения от. Вот Сейнфан обучают тебе показать. Предупреждений никаких об остановке не было. Не, просто сам факт, что сначала вышел ты, потом вышел он на ходу. Так резко прям, когда Ешку увидели. Ну, так по-фасту. Ну, слушай, подожди. Тихо, Слава, подожди. Ну, смотри, давай так. Мы же можем выходить, когда захотим, по сути. Ну, мы же не экстасенсы. Вы увидели Ешку чуть-чуть обучение прижиматься. Никаких подопреждений не было. Вышли, вышли. Какая разница? Ну, это все равно считается нарушением. Вы знали, что это сотрудники? Ну, слушай. И для того, чтобы не сесть в тюрьму, просто вышли из игры. Ну, подожди. Смотри, давай так. Знали, не знали. Нарушение либо есть доказано, либо его нет. Не, у меня есть, как бы, доказательства. Я просто решил вас спросить, зачем вы вышли из игры. Ну, тогда этот разговор бессмысленный, если ты считаешь, что такое доказательство хватает, бля, запинает. Так, 4-2-2, 180. Так, выход при аресте. Первый пошел. В принципе, как бы, вот и все. Ну, я думаю, там было очевидно то, что они вышли при аресте. Ну, они не отрицали того, что они действительно вышли. Но вышли они не просто так. После того, как я выдал наказание данным игрокам за то, что они вышли от ареста, на меня написали две жалобы. Я, честно, не уверен, что я поступил правильно. Но, как по мне, было понятно то, что они увидели сотрудников и вовнулись для того, чтобы их не посадили. Просто в случае того, если бы они не вышли, я думаю, 99% то, что их бы посадили в офсин, либо, как минимум, убили. Но, в любом случае, если я не прав, я готов, как бы, выплатить компенсацию. Я готов учиться на своих ошибках. Ну, что ж, ребятки, вот и наступил конец ролика. Я надеюсь, то, что вы меня услышали, покажете здесь хорошую активность. Да, я понимаю то, что я это видео записал не идеально. То есть, мне даже самому много чего не нравится. Потому что я сначала снимал ночью, снимал до утра, потом снимал днем. Поэтому я надеюсь на ваше понимание. Как говорится, возможно, первым блинкомом. Но дальше будем стараться, если вам это будет интересно. Ну, а если вы все-таки наберете много лайков, то следующая серия выйдет довольно-таки скоро. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.